Убрать все шпаргалки и сотовые телефоны, в аудиторию заходить по одному. Под прицелом видеокамеры, чувствуя себя настоящими школьниками на выпускном экзамене, родители и первые лица города сдавали сегодня пробные экзамены по русскому языку. Испытать на себе все сложности ЕГЭ решили около 40 балаковцев. Пока дочь у меня в 10 классе учится, но все-таки интересно уже знать, чтобы не пугать самим ребенка, самому не переживать ребенка. Больше всего из-за того, чтобы узнать, как проходит экзамен. Страшно. Вы примерно уже готовились, может быть, просмотрели? Даже с книжкой сюда приехал. Нет. Здесь осталось светлое. В этом году впервые в стране была организована пробная сдача единого госэкзамена для тех, кто хочет побывать в роли выпускников 11 классов. Во всех городах, где прошла эта акция, за школьными партами можно было заметить не только родителей, но и известных лиц. И Балакова не исключение. Нас тестировали уже поздно. Я думаю, что обязательно присутствует волнение, потому что они живые люди. И естественно, что волнение, оно должно присутствовать, безусловно. Я и сейчас сама волнуюсь, потому что мне бы очень хотелось пройти тот хотя бы нижний порог, который необходим для сдачи ЕГЭ. Вот сейчас хочу увидеть это со стороны ученика. И мне очень важно, чтобы родители это почувствовали. Я как родитель тоже должна это ощутить, потому что кто как не родитель может настроить ученика на сдачу экзамена, поддержать, помочь и подсказать. Первые лица города и района, ожидая наступления часа Х, обсуждали, насколько они готовы к экзамену. Ведь одно дело, когда ученик только недавно прошел материал, и он у него отложился в голове. А другое, когда школьные предметы человек осваивал несколько десятков лет назад. Кому поняту? Все остальное я не знаю. Ну, в разных, в самых категориях, я извиняюсь. Да, правда. 15 заданий за 30 минут. Пробный ЕГЭ проходил в усеченном варианте, потому что взрослые, люди занятые. И выделить 4 часа из своего рабочего времени может не каждый. Скажу сразу, все экзаменующиеся справились с заданиями. Кому-то это далось легко, кому-то пришлось, образно говоря, попотеть. После экзамена участникам ЕГЭ показали, как ведется сканирование экзаменационных листов и рассказали о нововведениях. В этом году, в 2017-м, кемы будут распечатываться непосредственно перед началом экзамена в аудиториях. В каждой аудитории будет установлена рабочая станция печати, которая состоит из принтера и из компьютера. Компьютер активизируется до начала экзамена, где-то за час. Дети отработали, сдали планки, сдали все материалы. Они доставляются в штаб. В штабе находится станция сканирования. И все материалы, которые, планки, которые везде заполнили, сканируются с помощью этой станции. Во время сдачи ЕГЭ выпускниками школ в Балакове работают 4 пункта сдачи экзаменов, на которые прибывают все 11-классники города и района. Почему тогда у нас в городе 4, я имею в виду, пункта? Прекрасно. Покрываем нашу потребность. То есть больше не надо? Больше не надо. То есть очередей нет. Я вот почему. Дети всегда говорим, чтобы писали четко все, каждую циферку, каждую буковку. И ручки, конечно, жирные. А потом, то есть вот смотрите, если человек с ключом, он неправильно распознал, возникнет ошибка. Да. А как вот, кто отвечает за эту ошибку? Есть апелляция о несогласии с остальным баллами. Если проверили работу, довели до сведения участника баллы, он понимает, что баллов меньше, например, Дело в том, что еще от сканирования работы размещается в личном кабинете каждого участника ЕГЭ. И свои бланки, в общем-то, через определенное время можно посмотреть и увидеть, как выполнил задание и как распознались твои ответы. Пользоваться телефонами и различными гаджетами во время ЕГЭ нельзя. И поскольку пробный экзамен был максимально приближен к реальному, то наши съемочные группы, к сожалению, не разрешили снимать сам процесс сдачи под угрозой выдворения из аудитории. Поэтому корреспондент нашего канала просто написал тесты в качестве эксперимента. И теперь мы ждем результаты пробного ЕГЭ, которые будут объявлены в ближайшее время.